Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь. Поучение Святаго Иоанна Златоустого. Увещевание избегать излишества. Удалимся мыслью и желанием отдел настоящей жизни и направим путь свой к небу. Ибо мы можем, если только захотим, и здесь живя, быть на пути к небу, когда станем делать достойные небес, когда не будем иметь пристрастие к благам мира, когда не будем искать суетной славы в настоящей жизни, но, презирая ее, подщимся достигнуть иной славы, вечной, истинной и всегда пребывающей, когда не будем заниматься роскошью одежд и заботиться об украшении тела. Но всю эту заботу о внешнем украшении перенесем на попечение душе и не потерпим, чтобы она оказалась в нас ногою и лишенную одежд добродетели, когда будем презирать небу, бегать чревоугодия, когда не будем гоняться за пиршествами и обедами, но будем довольны необходимым по апостольскому наставлению, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И какая польза, скажи мне, в излишестве, в том, чтобы от пресыщения разрывалась чрево или от неумеренного употребления вина расстраивался рассудок? Не отсюда ли рождается всякое зло и для тела, и для души? Отчего эти многоразличные болезни и распадения членов? Не от того ли, что, приступая меру, мы обременяем чрево слишком тяжелым грузом? Отчего также прелюбодеяние, блуд, хищение, любостяжание, убийство, разбои и всякое зло? Не от того ли, что мы домогаемся больше надлежащего? Ибо как Павел корнем всех зол назвал сребролюбие, так не погрешит, если кто источником всех зол назовет неумеренность и наше желание во всем перейти за пределы нужды. Ибо если бы мы захотели и в пище, и в одеждах, и в жилищах, и в других телесных потребностях, не искать ничего излишнего, а только необходимого, то от многих зол освободился бы род человеческий. Я не знаю, отчего каждый из нас более или менее подвержен болезни любостяжания и никогда не старается ограничиваться необходимым. Но вопреки апостольскому наставлению, имея пропитание одежду, будем довольны тем, все делаем так, как будто не знаем, что за все, превышающее необходимую потребность, мы должны будем отдать отчет и ответ, как ненадлежащим образом употребившие то, что нам даровано от Господа. Ибо не на наше только наслаждение мы должны употреблять то, что Он даровал нам, но и на то, чтобы облегчать нужды ближних. Итак, какого прощения достойны могут быть те, которые показывают изнеженность в одеждах, стараются облекаться тканями червей, и что особенно худо, шелка, и что особенно худо считают это великим делом, тогда как им следовало бы стыдиться, страшиться и трепетать, что не по нужде, не для пользы облекаются такими одеждами, но для неги и тщеславия, для того, чтобы удивлялись именно торжащих народных. Человек, имеющий одинаковую с тобой природу, ходит ногой, не имея грубой одежды, чтобы прикрыться, но тебя ни самая природа не влечет к состраданию, ни совесть не побуждает к вспоможению ближнему, ни мысль о том страшном дне, ни страх гиены, ни величие обетования, ни то, что общий наш Господь, все оказанное нами, ближним, усвояет себе. Но как будто имея каменное сердце и будучи чужды той же природы, такие люди, облекаясь в дорогие одежды, думают, что становятся уже выше человеческой природы. Они помышляют, сколь великой ответственности подвергают себя, худо распоряжаясь тем, что им верено от Господа, и охотнее дозволяя моли истреблять свои одежды, нежели дать какую-нибудь часть из них сурабам, и таким образом уже приготовляют для себя жесточайший огонь гиены. Если бы даже богатые все, что у них есть, разделили бедным, и тогда не избегли бы наказания за то, что делают роскошество в одеждах и пиршествах. Ибо какого наказания не достойны те, которые всемирно стараются как можно чаще облекаться в шелковые и блестящие золотом или каким-либо иначе изукрашенной одежды, и в них гордо выступать на торжище, а Христа оставляют в пренебрежении нагого и не имеющего в достатке даже необходимой пищи. Это слово я особенно обращаю к женщинам, ибо в них мы находим наиболее страсти к украшениям и сластолюбию, к тому, чтобы облекаться в золотые одежды, носить золото на голове, на шее и прочих частях тела, и этим чеславиться. Сколько бедных, скажи мне, могли бы напитаться, и сколько обнаженных тел могли бы прикрыться тем, только что привешивается к ушам без всякой нужды и без пользы, а только ковреду и назло душе. Посему учитель сказал, имея пропитание и одежду, также обращая слово и к женщинам, говоря, Тимофея 1, 2, 9, чтобы также и жены в приличном одеянии украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду. Видишь, как он не хочет, чтобы они украшались такими одеждами, облекались золотом и многоценными камнями, но чтобы старались об истинном украшении души, добрыми делами возвышая ее красоту. Они показывали ее в нечистоте, в грязи, во гретище, истомленную голодом, изнуренную от холода. Ибо такая забота о теле, такое украшение его свидетельствует о безобразии души. Роскошь тела обнаруживает глад души, богатство его одежд выставляет на вид ее наготу. Ибо невозможно, чтобы тот, кто печется о душе и дорого ценит ее благообразие и красоту, заботился о внешнем украшении, точно так же, как невозможно занятому наружностью, красотой одежды, золотыми украшениями приложить надлежащее старание о душе. Ибо может ли когда-либо возвыситься к познанию своих нужд, или войти в размышления о предметах духовных, душа, совершенно предавшаяся себя земному, пресмыкающаяся, так сказать, по земле, никогда не могущая вознестись мыслью к горе, но поникшая долу под собственную тяжестью бесчисленных грехов. А сколько отсюда рождается несчастье, невозможно теперь изобразить словом, но довольно представить сознанию самих тех, которые слишком заняты уборами, сколько скорби они получают отсюда на каждый день. Ибо если повреждена будет какая-либо из золотых вещей, великий шум и смятение, обнимает весь дом, слуга ли украдет, на всех падают бичи, удары, узы, завистники ли какие умысли в зло, нечаянно лишают имения, опять великая и несносная печаль. Случится ли такое неблагоприятное стечение обстоятельств, которое подвергнет в крайнюю бедность, жизнь для них становится тяжелее смерти, случится ли другое что-нибудь, и все причиняет великую скорость. И вообще невозможно найти спокойной души в тех, которые занимаются такими вещами. И как волны моря никогда не прекращаются, да и не могут быть исчислены, поскольку одна за другой непрестанно следует, так невозможно перечислить и все рождающееся, от сюда беспокойство, все. Будем же умоляю вас избегать во всем излишества и не переступать пределы наших нужд. Ибо истинное богатство и неосхудеваемое имение состоит в том, чтобы желать только нужного и надлежащим образом употреблять излишнее. Ибо такой человек никогда не может опасаться бедности, не будет терпеть скорбей, испытывать беспокойств, но будет безопасен и отклевет и свободен от злоумышленников и вообще сказать, будет жить в невозмутимом мире, наслаждаясь спокойствием и тишиною. А что всего важнее и выше всех благ, такой получит много милости Божиих, как верно распорядитель имения своего Господа. Блажен раб тот, которого Господин его придя, найдет поступающий, ну так, Лука 12, 43, то есть разделяющего имение между сарабами, не запирающего его дверями и замками, не оставляющего в пищу червям, но облекающего нужды бедных, управляющего дарованным от Господа так, как свойственно доброму и верному приставнику, чтобы и за это доброе распоряжение получить великую награду и удостоиться обетованных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь. 37-я беседа на книгу Бытия.